Ну а сейчас выходим прям на самую финишную прямую, потому что настало время того самого доклада, который в программе этой конференции до последнего практически момента значился как секретный доклад. Это доклад Сергея Рыжикова. И, впрочем, он сейчас всю интригу сам и вскроет. Ваши аплодисменты, Сергей Рыжиков, на этой сцене. Добрый вечер. Вообще, удивительный, конечно, день. Прямо замечательный. Столько эмоций. Спасибо всем, кто и подходил, и говорил, и вообще за все эти встречи, за обсуждения. Доклад интригующий. И вы уже даже увидели название. Вообще, прежде чем начать доклад, меня попросили сказать, что после завершения этого доклада из зала нельзя уходить. Будет сюрприз, и вам объяснят, как его добыть, и он находится, я не скажу, где. Итак, теперь про доклад. Доклад сложный и практически интимный. И хоть название можно интерпретировать по-разному. Решение бизнес-задач небизнесовыми методами. Ребята спросили, ты вообще о чем? Почему? Можно ведь по-разному понять. Но давайте попробуем сейчас сделать наш маркетинг. И вообще все, кто затевали эту конференцию, говорят, у нас все здесь очень проблизко. Про настоящие, про искренние вещи. Поэтому давай, попробуй расскажи об этом. И давайте попробуем. О чем вообще рассказ? Каждый из нас, и компания, и директора, много внимания и сил уделяют тому, что мы в целом называем блоком HR. То есть есть бизнесовые какие-то функции или бизнесовые цели и задачи, которые мы решаем. Иногда офисы этому помогают, но далеко не всегда. Мы строим в офисах какую-то среду, атмосферу. Мы иногда решаем вопросы, связанные с питанием, с чем бы то ни было еще. И зачастую это не имеет прямого отношения к деньгам или к эффективности решения тех или иных задач. И однажды я делал этот доклад именно в контексте HR, рассуждая, что это больше всего именно про эту историю. Но есть и методы, которые вообще относятся точно к доказанным вещам, которые не влияют на прямой бизнес. Никто не доказал, что корпоратив вообще полезен, ну с точки зрения продаж. Это чертовски весело, это вообще прекрасно, замечательно, но можно делать всегда по-разному. Зачем мы это делаем? Каждый из нас знает, и директора, и компании знают, что мы узнаем друг друга. Мы узнаем, как мы можем общаться, можем ли мы доверять этому человеку. И нам, как людям, это очень важно. Нам очень важны эмоциональные отношения. И для того, чтобы вместе заниматься бизнесом, нам нужно понимать соседа. Нам нужно понимать его коммуникации, отношения и взаимоотношения вместе с людьми. Несколько историй жизни, которые меня вообще заставили на некоторые вопросы посмотреть по-другому. Пришла увольняться девушка из отдела поддержки. Со слезами. Клиент нанес травму. Вам кажется, как так возможно? Кстати, ни разу такого не случалось с западными клиентами, но вот с российскими клиентами бывает. Иногда прям как будто бы цель и задача. Ну, не об этом, наверное, речь. И это как раз был тот человек, который в моем понимании очень замотивирован компанией. Она была профессиональна, она была грамотна, она хорошо относилась к компании. И я всячески пытался уговорить ее остаться. Она говорит, нет, категорически я не могу. Ну, хорошо, сказал я. Я не могу тебя удержать, но давай я хотя бы из своих денег оплачу тебе психолога. Ты попробуешь сходить, не знаю, месяц, пять-шесть занятий. И может быть, сам-то я внутри, конечно, думаю, а вдруг сработает. А, хорошо, она согласилась, сходила, вернулась, говорит, супер, мне очень помогло, но я не вернусь. Я поздно был. Кстати, после этого у нас появился Алексей Чепрасов. Потому что поддержка, когда любая сложная ситуация, и вы видите, что вас переслали на Алексея, то вы знаете. К нему, в общем, отправляют за решением вопросов. Еще одна история. Кстати, вот в тот момент я понял, что действительно существуют вопросы, которые совершенно никак не относятся к бизнесу, но напрямую влияют на эту историю. Еще история. Наш маркетинг, такие затейники, они меня однажды продали. Вернее, продали обед со мной в благотворительный фонд. Благотворительный фонд это продал. И вот мне через какое-то время перезвонили. Он говорит, все, можешь идти обедать, тебя купили. Ну, ладно. Я приезжаю на встречу. И не буду сейчас называть точно город, можно там вычислить. Очень любопытный человек. В одном из городов России у него 15 ресторанов. И он очень успешен. 35 лет он переехал в Москву. Все у него замечательно, только не знает, что делать в жизни. И мы два или три часа разговаривали о том, а как он вообще дошел до такой жизни. А что ты доказывал тем, вот когда ты делал эти рестораны за рестораном, ты вообще кому что доказывал? Как ты действовал сейчас? А почему ты сейчас здесь не хочешь из ресторана? А я, говорит, уже всем все доказал. А сам тогда для чего ты это делаешь? И действительно получается, что на начальном этапе какие-то наши внутренние проблемы нас чертовски драйвят и заставляют двигаться вперед. А потом они нас начинают тормозить. И они тормозят и мешают нам делать следующий шаг. И это, конечно, тоже была удивительная ситуация, в которой мне по-другому довелось посмотреть на происходящее. Выгорание тоже, наверное, одна из историй. Это когда приходит тебе человек, я думаю, что многие директора сталкивались с этим. Приходит человек, говорит, хочу все сменить. Уволиться, например, хочу. Ну, отлично, он профессионально, все. И вот ты в разговоре понимаешь, что на самом деле он хочет что-то изменить у себя в семье. Но там изменить не может, а он хочет уволиться. Потому что здесь он изменить может. И у каждого из директоров довольно много таких примеров, кейсов, историй, в которых мы как директора выступаем психологами. Иногда нам удается помочь, иногда не удается помочь. Бизнесовые проблемы очень часто связаны с совершенно небизнесовыми сценариями. И мы с этим сталкиваемся каждый день. И каждый из нас это знает и далеко не всегда осознает. Многие из вас смотрели такой сериал «Миллиарды». И в нем, наверное, впервые в масс-культуре показан психолог или коуч, его по-разному там называют. В западной терминологии Венди, это вот девушка там посерединке, это как раз то, что называют performance manager. То есть ее задача следить за параметрами человека, контролировать это состояние. И если что-то не так, сразу на ковер, давай-ка разберем вопросы и помочь ему пройти психологическую проблему, либо какую-то остановку. При этом она психоаналитик для топ-менеджеров. Выполняет для них своеобразные функции. И ее роль в этом фильме, ну, зачастую ключевая. И много раз в этом сериале, хороший сериал, кстати, рекомендую, посмотрите, фигурирует фрагмент или рассуждение о том, что существует психология принятия решения или непринятия решения по тем или иным вопросам. И так появилась идея попробовать и создать у нас психоаналитика внутри компании, чтобы у нас появился психолог. Вообще, из того, что я знаю на сегодняшний момент об этом рынке и вообще об этих профессиях и людях, есть три. Есть психологи, психиатры и психоаналитики. Психолог — это про успокоиться, психиатр — это про таблетки, хотя тоже иногда бывает надо, а психоаналитик — это про осознанность. И вот, наверное, мы про осознанность в первую очередь и поговорим. Ну, надо же пробовать. И мы попробовали. Первый эксперимент. Я нашел профессионального специалиста, дипломированного. Мы договорились, и у него тоже не было такого опыта работы внутри компании. Но самое интересное было потом, эксперимент же для топов, для руководителей, как им объяснить, что теперь у нас принимает психолог. Ты так подходишь, да, вот говоришь, ну, смотри, теперь там в этой комнате у нас принимает психоаналитик, тебе надо сходить. Все мастерство. И вообще весь кредит доверия я использовал, чтобы объяснить это. Так аккуратно и так нежно. И вроде как не удалось. Самые частые вопросы. Как часто ты получаешь отчеты. Это все медицинская история. Я говорю, никаких отчетов. Это вообще все по-другому. Это не так. Объяснили, рассказали. Профессия. Ну и, конечно, доверие. И мы попробовали этот эксперимент. И здесь действительно кто-то попробовал, сказал, нет, не мое. Кто-то попробовал и сказал, жизнь изменилась. Но мы еще немножко поговорим потом по итогам. И этот эксперимент оказался удивительно интересным. И он оказался очень полезным. Следующий эксперимент был связан с этим же специалистом, с курсом лекций внутри компании, которые были посвящены совершенно небизнесовым вопросам. Курс развития психи детей. Один из самых интересных. Приходили с женами, с мужьями. Слушали. Мы делали запись. Эту запись смотрели. Это лично для меня одна из самых интересных историй понимания детей. Вот у меня там три девочки. И на самом деле я только считай, уже с младшей начал толком понимать, что у нее внутри происходит. Или один из советов, который там давался, когда дети, например, считают, что игра с ребенком, то есть они считают, что родитель с ним играет и проводит время, когда играют только в его игры. И дается совет. И этот совет осуществил. То есть ты приходишь вечером, говоришь так, доча, заводишь будильник на 15-30 минут, говорит, он будет бибикать, а сейчас играем во все, что ты захочешь. Она так, серьезно? Да. Тогда ты собака, а я кошка. И понеслась. Реально счастливее ребенка сложно было поймать. Хоть мороженым об стену. Вот такие простые советы, лекции. Этих лекций было там несколько десятков, и они оказались удивительными. Они очень многим помогли, и после этих лекций люди уже приходили и говорили, спасибо, что у нас появились такие лекции. Спасибо, мне стало намного понятнее взаимоотношений с людьми, с детьми. И мы решили попробовать взять этого специалиста внутрь компании, взять ее в штат, организовать прием два раза в неделю, шесть сеансов по 50 минут. Причем правила специалиста, если он компетентный, говорят о том, что мы половину оплачиваем, но специалист говорит, половину должен оплатить сам человек. То есть это психологический прием. То есть он должен вытащить эти деньги и отдать. Может безналом перевести или как-нибудь. Но он должен расстаться с деньгами. Мы попробовали такой эксперимент, и запись на сегодняшний момент, я даже не знаю, недели, наверное, на две или три. Все расписано, люди пользуются, 80 человек посетили специалиста. Алена Орехова, это вот наш специалист, психоаналитик, дипломированный, очень мало сертифицированных специалистов в этой истории, 80 человек, которые воспользовались. Пожалуй, я, наверное, могу точно сказать, что все усилия, которые мы раньше применяли, корпоративы, истории, бесплатное питание, много всего, ни разу меня так не благодарили. Вот прям люди приходили и говорили, моя жизнь изменилась. Или ты сохранил нашу семью. Я? Ну, не ты, конечно, но благодаря тому, что это случилось, вот так. Вы знаете, здесь настоящие отзывы, но только без фамилии и без людей. И их намного больше. Намного больше. И это действительно удивительная история. Причем говорят об осознанности, говорят об изменении восприятия жизни и в том числе работы. Когда прошел первый год, я готовил первую статью для Форбса, я подошел к Алене и говорю, слушай, ну вот год прошел, как бы ты оценила вообще результаты этого года? Она говорит, очень хорошо. Перестали плакать. Они плакали? Плакали. Да, говорит Сергей, ты не понимаешь. Они приходили и плакали, и начиналось это про работу. Но когда мы разбирали этот сюжет, кейс, причины, то всегда оказывалось, что это не про работу, а про личную историю. И мы разбирали личную историю, и сейчас уровень осознанности коммуникаций совершенно на другом уровне находится. И это действительно удивительно. И кто-то походил, прошел какой-то курс, потом поработал сам, потом вернулся. И я не знаю, как там происходит, там отдельно где-то происходит запись, они сами организуются, сам решается этот вопрос. Но это действительно удивительно, и я вижу эти изменения в людях, в том числе, когда мы обсуждаем те или иные вопросы, когда люди могут просто прекратить спорить, сказать, да, я согласен, или принять какую-то точку зрения. Вообще, мне кажется, уровень коммуникации изменился. Обычно в этой истории все спрашивают, а если самому, мог ли я добраться сам до вот этого, до выводов, до ответов, мог ли я сам себе помочь? Я однажды тоже Алену об этом спросил. Она говорит, что нет, к сожалению, это не работает так. И наша психика защищает именно тех от самых больных моментов, когда вы можете добраться, подойти к чему-то. Вот прям вы не сможете об этом думать, вы не доберетесь до этой ситуации. Но можно научиться ловить какие-то моменты со временем, и уже начинать на них думать самостоятельно и работать. Вообще, это очень любопытная история. Собственно, можно ли использовать этот опыт для себя? Вот я рассказал некую историю, как это выглядит у нас, или как это у нас работает уже там больше двух лет. И вообще должен сказать, что существует такая практика, когда я сам и ко мне обращаются, и мы с самыми разными людьми общаемся о тех или иных вопросах. И я делюсь, рассказываю тем опытом, который у меня есть, как мы работаем и внутри компании, и сам. И вот уже, наверное, больше года мы обсуждали похожую ситуацию и вообще такие вопросы со Степаном. Он разрешил мне рассказать эту историю. И он попробовал. Попробовал похожим образом, но он не брал специалиста в штат, нашел, договорился, договорились они по цене, он предлагал сотрудникам компенсацию и объяснял это умением понять себя. Но у него была своя формулировка. Еще раз, я думаю, тут каждый ищет свой кредит доверия по отношению к сотрудникам. И если я правильно Степана понял, то всех, кого он порекомендовал, и тех, кто сходил, вернулись совершенно другим восприятием. Но в его случае никто не попросил компенсацию. Они сказали, мне это очень помогло, спасибо, это было супер, и я продолжу. Нет, компенсации не нужно. На самом деле, мы действительно с легкостью инвестируем в новый автомобиль, но хуже инвестируем в свою голову. Или в какую-то осознанность, понимание себя, в какие-то вопросы. Поэтому вы можете поймать еще раз Степана, и он вам расскажет про свой опыт, скорее всего. Ольга Куликова совсем недавно делилась в Фейсбуке своим опытом и своей работой с психологом и с теми открытиями, которые были связаны с ограничениями на бизнес, которые были связаны с тем, как она внутри в голове. Я не могу здесь упомянуть еще нескольких известных людей на нашем с вами рынке, с которыми мне доводилось общаться, делиться, и некоторые из которых потом общались даже в том числе с Аленой или находили своих специалистов, и для них это было очень полезно. В общем, есть такая практика, и она вполне помогает. Так вот, все это на самом деле про осознанность, про понимание своих ограничений, про то, как мы влияем на людей, и как эти люди внутри компании, чем они мотивируют свои поступки. Действительно ли там всегда рационально, как мы вообще рассуждаем, или по-обычному, как бывает. В общем, есть разные пути решения бизнес-вопросов, и когда что-то застревает, я иногда действительно серьезно задумываюсь, может быть, я торможу в каком-то моменте, существует какая-то причина. И, на мой взгляд, осознанность – это, конечно, тема руководителя. Это тема, ну, какого-то взросления, что ли, компании, понимания самих себя. И осознанность открывает путь к взрослению организации и к росту организации, к пониманию того, какие люди нам нужны. Кстати, сильно легче принимать какие-то кадровые вопросы. Как нанимать, так и расставаться. И как мы сами влияем на компанию. А это влияние, безусловно, есть. Ну, наверное, вот эту историю мне хотелось рассказать, и в завершении я, наверное, бы завершил следующим образом. Это небольшие фрагменты счастливых людей, которые отмечают те или иные праздники. Так вот, чтобы жить и радоваться, нужно всего две вещи. Первая – нужно жить. А вторая – вы догадались. Сейчас я кликну, и у меня получится. Нужно радоваться. Ну вот жизнь – это дар. А радоваться – это осознанный выбор. И я, конечно, искренне желаю вам и радоваться, и жить счастливо. Спасибо и за терпение за такой необычный доклад. Спасибо большое.